Друзья, приветствую всех! Добро пожаловать в новое видео, которое изменит вашу жизнь. В прошлой части я рассказывал о тех вещах, которые отнимают у вас энергию, что вам не нужно делать, чтобы добиться успеха. Сегодня я вам расскажу, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Я сегодня вам расскажу о тех вещах, которые будут наполнять вас энергией. Я расскажу о тех вещах, которые наполняют энергией меня. Сегодня у вас, опять же, должно быть два списка. Сегодня вы должны сделать себе второй список и выписать все те вещи, которые наполняют вас энергией. Эти списки должны быть у вас всегда перед глазами, пока это не войдет в привычку. Первый список то, что у вас отнимает энергию, и второй список то, что будет вас наполнять энергией. Смотрите, заострять внимание на физической энергии я особо не буду, но некоторыми своими фишками я поделюсь. Здоровый сон, правильное питание, физическая нагрузка, это все понятно, без этого никак. По поводу сна, смотрите, я сплю много, когда мне нужно работать много за компьютером. Я сплю где-то 10 часов, может быть, даже больше, когда целый день нужно работать за компьютером. Когда не нужно работать целый день, я могу спать и 6 часов, но когда я сплю 6 часов, и мне нужно работать, или меньше 6 часов, и мне нужно работать за компьютером, очень тяжело работать. Очень тяжело, когда все время нужно концентрироваться, 6 часов для меня мало. А когда день состоит из каких-то физических, так сказать, дел, да, не умственных, а физических, туда съездить, туда съездить, вот, 6 часов для меня достаточно. Также для энергии важна вода. Я в среднем пью 2 литра в день, может быть больше. Пью я вот такими вот маленькими бутылочками по 0,5, в общем, 4 бутылки на день. Я закупаю себе эту воду ящиками, да, оттуда беру по 4 бутылки, вот, когда нужно больше, там, еще беру бутылку и пью вот такими вот порциями, так сказать. Когда я просыпаюсь, я сразу же выпиваю бутылку, это очень важно. Когда вы просыпаетесь, нужно сразу выпивать, вот, там, 2 стакана воды, стакан воды, ну, я выпиваю сразу же бутылку. Вот, я себе, когда ложусь спать, ставлю у кровати 2 бутылки, да, одну я пью, бывает, ночью, а когда я просыпаюсь, у меня еще стоит вот одна бутылка полная, и я сразу же выпиваю вот целую бутылку. Теперь по поводу питания, я придумал такую фишку себе, чтобы каждый день есть фрукты, овощи, каждый день. Потому что, вот, бывают такие дни, когда, вот, ну, ты, там, кушаешь рыбу, там, например, рис, какой-то десерт съел, но ни фруктов, ни овощей не ел. И поэтому, если вот даже бывают такие дни, я стараюсь хотя бы, не знаю, там, одно яблоко в день съесть, чтобы у меня не было таких дней, когда я не ем фрукты и овощи. В общем, вот такие вот фишки я внедрил в свою жизнь, это что касается физической энергии. Теперь переходим к духовной энергии. Ну, здесь, опять же, люди, да, люди, я уже говорил, у меня нет в окружении негативных людей. Это очень-очень важно. У меня в команде нет негативных людей. Раньше был один человек, один человек был в команде, теперь этого человека нет. Люди, это огромные просто источники энергии. Они могут как высасывать энергию, так и наполнять вас энергией. Так что смотрите, с кем вы общаетесь. Идем дальше, теперь расскажу об интересных фишках, которыми мало кто пользуется, наверное, 99% людей этими фишками не пользуются. Первая фишка – это размышление. Размышление о жизни, о своем пути, это очень важно. Почему это важно? Потому что когда вы размышляете, вы наедине с собой, и вы концентрируетесь на себе, на своей жизни, вы не слушаете вот весь этот шум, да, вы наедине с собой. Этот шум вам не мешает, потому что когда вы вечно в какой-то движухе, в какой-то суете, у вас нет времени заглянуть в себя. Поэтому введите себе такое правило, заниматься размышлениями. У Маргулана есть такое правило, он каждый день выделяет один час на размышления. Я тоже выделяю время на размышления. Не каждый день, но я, бывает, и по два часа могу обдумывать какие-то концепции, какую-то философию. В основном это вечером, да, в основном это вечером. Друзья, поверьте, это очень сильно будет вас наполнять энергией. Теперь вторая фишка – благотворительность. Я вам уже говорил, что в первую очередь вы занимаетесь благотворительностью для себя. Для себя, а потом уже для других. Это крутая фишка, потому что здесь вин-вин, выиграл-выиграл. Ты сделал людям приятное и от людей получил позитивную энергию. Люди тебя благодарят, помог ты бабушке, я уже говорил. Она тебе и желает тысячу лет жизни, и свечку за тебя будет ставить, и будет молиться за тебя. Ну разве это неприятно? Ты там помог ей, да, дал там, не знаю, 10 долларов, помог бабушке, а для нее это большие деньги, для нее это приятно, для тебя это копейки, и получил еще кучу благодарностей. Не обязательно заниматься какой-то там масштабной благотворительностью. Когда я вообще говорю о благотворительности, я имею в виду добрые дела, обычные добрые поступки. Идем дальше. Еще у меня есть такая интересная фишка, которая наполняет меня энергией, это концентрация на природе. Я, бывает, совмещаю концентрацию на природе и размышления. Концентрация, так сказать, на окружающей среде. Я люблю наблюдать за людьми, за природой, за всем этим движением. Вот когда я еду, например, в машине, я не сижу в телефоне, я смотрю в окно. Я смотрю в окно и концентрируюсь на природе, особенно когда вот путешествую, я не сижу в телефоне. Я концентрируюсь, так сказать, на окружающем мире. Это меня наполняет. Или когда я вам уже говорил, да, я иду на рыбалку, сижу там, и не важно, что происходит, не важно, какая погода, солнышко, там птички, отлично. Идет дождь, тоже отлично. Слушаешь звуки дождя, это все наполняет меня энергией. Идем дальше. Позитивный досуг, позитивные книги, позитивная музыка, позитивные фильмы, позитивные видео, вдохновляющие какие-то передачи. Когда ты смотришь фильм о красивой жизни, ты вдохновился, замотивировался и пошел работать. Когда ты там слушаешь музыку, да, я слушаю только позитивную музыку. Бывает, лечу в самолете, слушаю музыку. Бывает, размышляю. То есть, это все наполняет меня энергией, это все позволяет мне концентрироваться на мне. Это позволяет смотреть внутрь себя, понимаете? На меня не влияет весь этот посторонний шум. И это сильно меня наполняет энергией. Если это книги, то это правильные книги, которые мотивируют, которые учат, которые вдохновляют, которые развивают. Я читаю только такие книги, только такие книги. Вот недавно читал Харуки Мураками и выбросил нахрен эту книгу. Ну, не мое. Охота на овец. Не моя книга. Не моя книга. Двигаемся дальше. Еще, вы знаете, меня заряжают энергией аффирмации. Я ежедневно проговариваю аффирмации. Спасибо за этот день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Я счастлив, я здоров, я богат, я любим, я себе нравлюсь, я миллиардер. Когда каждый день ты это говоришь своему мозгу и мозг в это верит. Это, ребята, НЛП. Это и есть НЛП. Когда ты говоришь мозгу, я миллионер, я миллионер, я здоров, вы начинаете вести себя как миллионер, как здоровый человек. Мозг думает, да, я и вправду такой, я и вправду такой. Все ваши действия начинают, да, соответствовать тому, что вы говорите и приводят вас там к успеху. Вот как это работает. Это и есть перепрограммирование вашего сознания. Ну и последнее, самое важное, что меня заряжает энергией, это любимое дело. Конечно, я всегда буду замотивирован, я всегда буду заряжен. Почему ты всегда заряжен? Да потому что я занимаюсь тем, что меня заряжает. Ну очень все просто. Я никогда не разряжаюсь, никогда. Я каждый день проговариваю аффирмации, я каждый день смотрю что-то полезное, я каждый день читаю книгу, которая мне нравится. Ну как я могу разрядиться? Я вам уже говорил, если телефон из зарядки не доставать, телефон никогда не разрядится. Понимаете? Так же и я. Как можно разрядиться, если ты всегда заряжаешься? Вот у меня спрашивают, а ты не выгораешь? Ну не выгораешь, ну как можно выгореть, если ты всегда на зарядке стоишь? Невозможно выгореть. Ты же всегда занимаешься тем, что тебя драйвит, тем, что тебя мотивирует. Вот почему я такой заряжен. Ну все мега просто в этой жизни. Все оказалось так просто. Короче, ребята, начинайте это все внедрять в свою жизнь и ваша жизнь кардинально изменится. Сегодня вы уже можете сразу же выделить себе один час на размышления, один час тишины, когда вы слушать будете себя, себя, не окружающих, что они там говорят. Когда вы будете слушать себя, когда вы будете смотреть на свои мечты, на свои цели. Это вы уже можете сделать. Взять книгу позитивную, это вы уже можете прямо после этого видео сделать. А все остальное начинайте постепенно добавлять, а все негативное постепенно исключать со своей жизни, там, негативных людей и все такое. И фишка в том, что спешить никуда не нужно. У вас нет никаких сроков. У вас вся жизнь на это. Просто живите так. Просто начинайте так жить и все. Постепенно, постепенно добавляйте это в свою жизнь и она изменится. В общем, на этом буду прощаться. Опять же, я с вами поделился, а дальше все зависит от вас. Если это видео вам понравилось и было полезным, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем желаю найти свое любимое дело. Всем желаю позитивной энергии, счастья, здоровья, любви. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok